вам парампам пара пара по как дела друзья всех с праздником всех с праздником поздравляю надеюсь хорошее настроение хорошая погодка у вас всех жалко наверно конечно половина из вас на карантине сидят но что поделать такая сложная ситуация хотя может ситуация не сложно она больше раздута как там на самом деле никто не узнает и не знает всем привет андрей в деле привет но все кто где ну как празднует 9 мая праздновать и нет все будет ок здесь много политики где много политики вас эпидемии нет слушайте ребят я же в америке нахожусь майами тут застрял эпидемии здесь может быть она и есть она наверно таких более крупных городах это в этом в нью-йорке я новости просто не смотрю честно я не забиваю эту голову всех гуляют живут единственный торговый центр у нас не работает я уже говорил магазин и все работает с едой маска куда только ходить а по улицам будет без масок тут в другом городе в соседнем два часа езды на машине вообще все работает то есть пляжи открыт у нас здесь пляжи корона да в коронавирусе много политики даже не политики больше там больше отжать бабок сейчас такое время когда мне кажется все просто уже раньше вот что-то делали для страны сейчас уже просто разборовывалась страна уже до такого состояния вот поэтому поэтому нам нужно как-то здесь не жить а выживать в данный период времени какой-то грустно сегодня настроение не знаю вроде праздник маратик давайте наверно пойдешь этот ручонкой своей передернешь себе разочек другой и ляжешь отдохнет то что ты перегрелся на карантине на своем вот приятно смотреть на тебя и слушать ведь видите а маратик походу там этот поддал сегодня за день победы он думаешь он тоже сегодня победил белку свою привет много русских встречаешь в америке да очень много много мне кажется сейчас русские просто абсолютно везде абсолютно везде куда бы ты не приехал я еще не был в таком городе где не встречала русских вот серьезно у меня один часов дня не грусти хочу грусти вроде не кручу сама выходит да прогуляюсь магазинчик вышел вышел магазинчик прямой эфирчик вы что вот утречком проснулся солнышко такое хорошая тишина спокойствие хочется проветриться немножко растрясти животик то вчера ел на ночь как не в себя поэтому грусти не надо ваня мы с тобой да нет на самом деле грузится никакой нету такое состояние вроде проснулся если прогулять разойдусь друзья два месяца назад уехали жить майами друзья и чего тут то майами вообще мне кажется силой для русских тут прямо районы русские поэтому вообще нигде не пропадешь если ты человек коммуникабельного разнакомишься друзей здесь заведешь так ваня сколько тебе лет 28 нигде чё празднуйте кто чего вообще делает напишите хоть интересно как вы там держитесь ребятки просыпаемся тоже вы на уже ложитесь так все бегут и я бегу языки какие знаешь слушай но я в совершенстве английский не знаю каждый раз пытаюсь от себя заставить учить английский вроде бы время есть вроде и желание я какой-то херни всегда занимаюсь я вот такой же в общем отчасти как и вы тоже но я какая как вам сказать нет я его то знаю объяснить спросить все что мне надо вот так свободно разговаривать скорее всего нет нет свободно тоже могу поговорить просто будет бмм а такое это очень забавно диски не во всем конечно не иногда да бывает жуткий ветер муж на улице готовят шашлыки а я тебя смотрю вот дерзимся пока как-то за жизнь как за веточку знаете я тоже заметил на самом деле у меня тоже такие периоды в жизни есть вроде бы вроде бы как чуть-чуть начинаешь что-то там получается откуда там я называю это вылазить из жопы только чуть-чуть начинаешь вроде вот так воздуха вдохнул и все и опять нас загнали что ты ему скажешь да и мне ему нечего сказать заканчивая воровать вот когда ты на один на один столкнешься увидишь как тяжело как больно ты можешь говорить точнее будешь поступать по-другому потому что твой разум воспринимает все уже по-другому да ты уже по барабану еще трехсотлетие жизни твоих родных обеспечено тому же же плевать так когда не рождение в августе как мама твоя скучает маме сейчас буду звонить поздравлять с деда и 9 мая они там что-то звонил бы заняты чем-то это разговаривали ваня хотел бы ты стать политиком может быть я и хотел бы там грязь понимаете все равно и как ни крути как ни груди если ты не будешь делать то что тебе говорят тебя либо грохнут либо нахер убыли вот и все вот твоя вот твоя вся правда жизни там же единицы которые там что-то говорят а большинство даже и становится потом же таким если бы такого да были бы запреты обоснованы эти чем вообще дело дело в том что если бы хотя бы людям деньги раздали да все говорят вот есть бюджет который может выделиться мы подозреваем что там вообще этого бюджета нет его раздеребанили давным-давно и все и поэтому я не увидите свою помощь компенсацию за получается даже военное не военное какое-то положение далек от политики когда на глаза что-то попадается просто видно что очевидно есть несправедливость как дальше будет мы все равно с вами так как выбор выборы президент возьмите вы думаете выходе ходите голосовать и ваш голос учитывать миллиард бюллетеней закинуто до вас и все у нас определено здравствуйте ваня вы были вами застряли запорожье скажите знаете чем заняться здесь саморазвитием займитесь запорожье ничем не занявшись хорошим по проспекту можете погулять съездить в наш грандиозный великий остров портится ездить посмотрите плотина красивая больше проспекта не знаю как стоит стоит очень хорошо так приятной прогулки спасибо ха 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 чё как дела тут у нас белоруссии были выборы ребята это во всем мире происходит так вот в америке я еще подозреваю здесь еще свобода знаете тут как бы сложно им махлевать это я думаю какие то все равно у них схемы они здесь проходят не найти вот все равно как ни крути америка чем-то нравится все говорят вот прикиньте все говорят в штатах там жопа полная люди живут вот возьмите открывайте youtube смотрите как люди живут в америке они намного круче живут пенсионеры реально могут путешествовать вот такой пенсии у них здесь хорошие на старости лет то есть то есть ты платишь науки ты хоть понимаешь что ты платишь в течение года тебе это вера возвращается а нам говорят в америке жизнь говно там сложно ветер шумит много ты хотела одна видит что поделать жизнь боль спасибо мексика рядом загоняет туда пока невозможно сгонять я бы уже и куда-нибудь еще бы поехала на машине тут все сейчас между штатами вроде перекрыто поэтому тоже непонятная ситуация сегодня кстати и все будет буду посмотреть хорошо первый раз у нас два часа дня в россии ночью будет и все всех сажают на кредиты ребят вот запомните раз и навсегда до кредиты это говно никогда не берите кредит копите на это потому что вы уже вещь взяли вроде бы она у вас есть вы кайфанули а потом что от этого но ничего как бы только деньги надо заносить ипотеки вот это все это очень сложно ну хер его знает я вообще против кредита вообще я жизни брал кредиты наверно раза два раза своей жизни брал это не я а маманя когда еще маленький бы это просил телефон и телевизор все больше я своей жизни столкнулся два раза платил помощи по копейке в америке слушайте но вот я понимаете в чем дело тут немножко другие кредиты да тут даже я себя карка видные карты сделал потому что тут за кредитную карту можно взять вообще там дом квартиру машину и тут так система построена во первых кредиты копеечные вот во вторых все условия даже вот сейчас люди из-за коронавируса им перенесли платежи чтобы они если нет возможности у них они заплатили потом вот и мне прикиньте даже как туристу я себе сделал кредитные карты тут немножко другая система финанса у нас здесь для того чтобы люди финансировались и они жили брали кредиты то есть ну хорошо страна жила она сдают кредиты чтобы людей загнать в долги то есть ну как бы немножко сколько жизнь в америке уходит слушайте ну если здесь зарабатывать в америке по-американским то как бы не немного а если это приезжаешь там с другой страны и из другой страны когда тратишь ты тратишь для тебя уже другая сумма и поэтому каждому каждому по-разному здесь нужно там другая экономическая система точно да майами сколько у тебя кредитных карт кредитных карт у меня получается 33 карты кредитных ну это вот я себе сделал то что вот здесь это все так работает система но в принципе это надо так пользоваться то есть я могу своей картой расплачиваться но тут нужен очень кредитный это лэву рязку видел не честно на эту бабулю вовсе глубоко барабан она немножко не в себе поэтому я даже с ним не хочу общаться рязку видел в нью-йорке квартиры убирает и счастливая ходит там и говорит как классно жить в америке квартиру убирать может в питере убирать квартиры в чем разница если ты меняешь свою жизнь меняю же кардинально достигай чего-то а ты приехала что там ничего не делала что здесь получается шилом было так ты по каким документам там находишься туристическая виза до туристическая виза друзьям нахожусь поэтому десять лет не дали визу но получается из года я могу находиться полгода но сейчас видимо я долго буду получать здесь находиться надо будет там писать какое-то заявление из-за того что я здесь находился якобы не по своей вине я уже чуть-чуть вроде с ребенком сидит муки понимаете есть несколько типов жизни когда ты проживаешь жизнь когда ты живешь делаешь то что ты хочешь это конечно очень сложно научиться но когда вы вот эти две части будете разделять вы сможете уже по-другому мыслить и будете искать другие способы заработка что я им сделал слушайте я ничего не делал я приехал в посольство я в бангкоке получал я приехал в посольство не сказал ты с какой целью едешь игру путешествую у меня блин путешествий стран было огромное количество и по мне видно что я еду туда не работать я бы стоял бы еще со своим английским смешно конечно вот поэтому я думаю мне отдала девушка такая такая они уже поэтому она уже возрастная дама почему резко она мечтает о дядьке богатом все все же хотят спокойной свободной какой-то такой жизни легкой и согласны уже на все что сейчас молодые что старые одно но все всему к одному входят и сводится кто потому что тебе хочется легкой жизни и ты ради этой легкой жизни из-за того что уже у тебя даже за плечами твоих там трудности слезы там разочарования думаю да я уже буду со стариком с этим лучше пусть он там на пенсию будем как-нибудь жить я уже не буду сидеть нигде с детьми там собаками гулять поэтому так я думаю это очень некорректный вопрос сколько человек вместе зарабатывать что что изменится в вашей жизни что-то сильно поменяется по пляжу идешь такой интернет хороший нет я не по пляжу тут по парку гуляю по пляжу солнце нет не общаюсь хочешь быть последним для приезжих езду помогать ребята понимаете что благотворительность это такая сложная штука ты же не можешь если бы конечно возможно было бы собирать деньги помогать единомышленники даже не так все просто вам кажется вот помогай помогай а нам где брать но так вот мы же нам же тоже не с неба не с неба все падает поэтому чем можем тем помогаем когда есть возможность да начните себя помогайте всем распространяйте информацию а вот с неба сидеть и давайте вы нам дадите а и мне скиньте денег а и мне может тоже где-то должны взять потому все так просто как кажется слышишь усенко шлюхин ты сын давай вали отсюда запомнил усенко один вещь не очень приятны правильно сто процентов так ну что дорогие мы всех обнял всем хорошего 9 мая всем спокойной ночи люблю целую не отчаивать все самое лучшее впереди согласно а да кстати еще кто не поставил королевский лайк меня под последним постом обязательно это сделайте почитайте напишите свое мнение все пока а пока пока